Всем привет, ребят, с вами снова Алекс, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Don't Starve Gamlet, и заранее хочу извиниться, если вы будете слышать мою клавиатуру. Например, вот этот пробел. Да, это идеально. Так, ну а в прошлый раз мы играли за поджигательницу, и в этот раз мне вроде бы разблокировался новый персонаж. Давайте проверим. Так, новый персонаж это силач, сильнее, когда сыт, боится темноты и монстров. Не знаю, даже играть мне за новый персонаж или нет, в чем прикол-то персонажа, можно попробовать, ну давайте попробуем, возьмем, поиграем, так же, поиграем, наверное, 8 дней, мне кажется, выжим максимум. Так, мир оставляем стандартный, ну и все, старт. Механическая клавиатура, это, конечно, классно, но не сейчас, по крайней мере, когда я записываю, ну громко, реально. Вот, допустим, вот обычные клавиши, ВСД, на которые я обычно бегаю в Дон Старве, надеюсь, не будет так сильно слышно. Кстати, тут неплохое место, чтобы поселиться, рядом вроде никого и нету. Я посмотрел немножко гайдов, как играть в эту игру вообще правильно, типа, нужно селиться где-то, ну короче, чтобы рядом тебя, вокруг тебя никого не было, вообще никого. И чтобы рядом, вокруг, вокруг тобой было много мест, куда ты мог сходить сам, ну как бы подавать каких-нибудь ресурсов. О, классно, халявно получили комочек этот жука, кремль, так, ты чё, видишь, что он сделал, он забрал, так, давайте атаковать его. Ага, а он в джунгли убегает от нас, да, вот как он, да. Кстати, тут можно пройти, и снова тут эти жуки в траве, да, нет, к ним я не хочу совершенно. Что это такое? Что у меня такое? А, лягушка, понятно. Снова она. Так, 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 давай, не этот, не надо тут, какие-то нападения лягушек, не дают спокойно поиграть. Так, давай, давайте подуваем это дерево. Чё? А, топорожные, точно. Нужно, кстати, я смотрел, гайки я досмотрел, нужно подувать много всяких ресурсов, вот именно начальных, типа дерева, травы, веток всяких, и не зацикливаться вообще на чём-то бесполезном. Так, что-то мы можем сделать? Нужно 12 соломы, чтобы сделать шляпу, да? Да, давайте сделаем шляпу, почему бы и нет. Потом я просто хочу дожить хоть раз до весны, ой, до осени. Хотя бы до осени дожить, это получится после 15-го дня вроде бы, да? Идёт осень, где-то к 30-му дню там зима, насколько я знаю. Да что ж такое, почему я не могу взять траву? Не хочет бороться. Хотел бы дожить до зимы, посмотреть, каково там хотя бы, но мне кажется, я не выживу там и одного дня, потому что там нужно запасать очень много дров. Опять эти лисы за мной бегают. Мне там заняться чем-то другим, за мной бегают, а? Сейчас они снова... Что это такое, это? Почему мне так не везёт? Почему мне семена из них выпадают? Самое бесполезное, что из них может выпасть. Для чего мне семена вообще этих деревьев? Пока что будем собирать алоэ просто. Кстати, уголь нам тоже нужен. Уголь нужно, чтобы костер изводить и дерево не тратить нам. Зачем вы тратите, если тут уже есть готовый уголь? Птичка, ну чё, за реми? Бабах. Давай. А, загорелись. Что это такое? А, это тот самый робот. Кстати, оказывается, можно как-то разрушить дома этих свиней и использовать в своих целях, чтобы они... Тебе помогали, что ли? Где-то видел в каком-то ролике там. Давайте порубим деревья. Надеюсь, свиньи у нас не будут агриться. Там что-то горит снизу, или мне кажется? Какое-то... Что там такое? А, да, горит. Я просто вижу резкий свет какой-то. Домик свиней, я нашел лопату. Они будут снова злы на меня, но... А, это вилы. Так, ну ладно. Вилы полезная тема, наверное. За мной бегают сыни, что мне с ними делать? О, как там молния раздает. Чуть не получил факелом по башке. Да что ему надо? На ней сражаться с ними не собираюсь. Хотя у меня персонаж очень сильный должен быть. Но что-то я в это не верю особо. А, так мы бегаем под деревню. Понятно, почему за мной бегать. Давайте бежим куда-нибудь, чтобы он нас не догнал. Нет, не попал. Так, может робота разбудить и натравить на него? А, у меня кирки нету. Так, по грядкам бежим. Что это такое? О, всё. Постоим рядом с этим свином пока что. У нас идёт ночь. Да что ж такое? Он всё равно за мной бегает. Ну не бей нас, а, ну успокойся. Давай, не надо. Вот смотри, видишь, что свин дружелюбный. Вот он хороший. Да что ж такое-то, а? Так, вот мозг опускается очень сильно, когда мы находимся в темноте. Так что постоим вот тут вот пока что. А ночь... А ночь закончилась отлично. Всё, можно бегать дальше. Бегаем дальше, изучаем территорию, чтобы знать, где у нас что вообще. Так, порубим это дерево. Дерево, кстати, не так быстро рассыпается, как трава. Потому что траву вроде как надо рубить пять раз, а сносит он её за три раза. Ну, вроде так работает его сила, потому что обычно трава дольше вроде ломается. Я смотрел вот в гайде, который я смотрел. Нужно ломать дома этих свиней. Кстати, можно морковку купить что? Что нужно ломать дома этих свиней и перетаскивать туда, где ты собираешься жить. И потом, получается, свиньи становятся твоими. Значит, мне в это не особо верится, потому что только как только я начинаю что-то делать, то свиньи не дают мне это сделать. Так, так, домики, лопаты всякие. Кстати, что я взял? Вилы. Давайте возьмём вилы. Взрыть. Можно взрыть любое место, типа посадить что-то, скорее всего. Но для этого нужны семена. Так, допустим, у меня есть семена дерева. Давайте сейчас взрым какую-нибудь часть. Так, ну-ка. И что это? Мостёр. Торф. А, это бросить. Нет, подождите. Давайте возьмём. И застелить. Хм-хм. Что это? Для чего это нужно вообще? Что по идее? Нужно развести костёр где-нибудь. И знаете, что ещё сделать? Пожарить всё. Но нужно найти еду, кстати. Готовая еда и неготовая, разницы особо нет. Кстати, почему я собрал траву так? Типа я должен был мочеть и ломать, вроде как. Нет. Что тут есть? Камни. Ну, камни ты не съешь. Поэтому нужно искать что-нибудь другое. Думаю, сила, что без разницы, что есть. Почему я начал траву собирать именно так? Её же надо закромсать. А, вот. То есть это маленькую траву надо собирать так. Ну, давай, давай. Ещё одна улитка. Стоит у нас будет какой-то ужин с улитками. На ночь разойдём костёр и приготовим всё это. Думаю, нам... Ммм, хватит. С чем он там сражается, павлин? Что это такое? О, серьёзно? А, это улитка. Понятно. Давай, 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 давай. Давайте что-нибудь выкинем. Что-то типа пира павлина. Траву у нас, кстати, уже достаточно, чтобы взять шляпу. И мозг не опускался. Давайте сделаем шляпу. У-у-у, какая штуковина. Не к ней подходите, собираюсь. А, кстати, 191 восстанавливается у нас. Мозг, интеллект, не знаю, что это, рассудок. Рассудок вроде. Так, всё, убегаем из деревни свиней. Точно убегаем, потому что я так долго не проживу. Что? Что ему нужно? Почему он бежит за мной? Нужно срочно накормить нашего персонажа, ещё и подхилить. Отлично. Всё, костёр есть. Нет, я не съел лапки. А, это она съедает, понятно. Что? Серьёзно, я отравился этим? Только не говорите, что я сейчас умру. Это что, ядовитая лягушка была? Ну не надо. Нужно съедать сейчас просто всё. Потому что нужно как-то восстанавливать жизни. Съедим это. О, смотрите, как он сильно сразу встал, а. Мы опять отравлены, а что с ним делать, я не представляю. Давайте приготовим ещё ограчок. Съедим один пока что. Он так мало восстанавливает еды, вы чё, серьёзно? Он ничего не восстановил нам сейчас. А не что нам вообще трогать эту лягушку тогда? Я тоже не думаю сейчас. Но уже поздно. Ну и, кстати, мы выжили уже целых два дня. На этом хватит. Продолжим мы уже в следующей серии. А если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Так что пойти в группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. Ну и всё, всем удачи. Всем пока.